Да? А вы сейчас почти все разводятся. Да, пожалуйста. Так это просто сейчас так люди живут. В России 80% разводов, понимаете? Вот я не знаю, сколько у вас. 100% браков, из них 80% будут разводиться обязательно, по статистике. Не разводятся. Два года. Развод означает жизнь в страсти. Понимаете, это не означает судьба какая-то. Это просто означает, что люди не находятся на платформе благости. Платформа благости дает людям совесть, взаимозависимость, искренность в отношении, верность и так далее. И к благости можно стремиться только с помощью духовной практики. Если вы совершаете молитву, то тогда шансы развестись уменьшаются, уменьшаются. Потом раз, совсем отсутствие. Два года вы живете с ним? Ну, живем с ним. Ну, да, Бог вдал вам этого человека. А чего вы сомневаетесь? Может, я не правильный мужчина? Как не правильный? Чужую шубу надели, да? Вот из-за этого вы печалитесь сейчас, да? Страдания-то вам причиняют, да? А там у него с ребенком, да, семья как? Ребенок есть в тех отношениях? А вы ему говорили, возвращаясь назад к жене? Я спрашиваю. И что он говорит? Что он не хочет с ней, он не хочет с ней, он не хочет с ней. Это правда, да. Он бросил жестоко ее, женщину, а страдает сейчас. Но он не вернется. Так же и вас может бросить жестоко. У вас два этапа молитвы. Первый этап раскаяния за этот поступок. Вы должны получить облегчение и чувство, что вы прощены этой женщиной. Это потом. Сначала облегчение, потом уже беседа. Сначала вы должны облегчить, иначе она просто проклятие на вас насыпет и все. Разговоры не получатся. Нужно, чтобы было в сердце облегчение, потом беседа с этой девушкой. Второй этап это молиться, молиться за то, чтобы ваша семья была сохранена. Вообще надо молиться за отношения с Богом. А это все в сердце просто лежит, и оно будет, вот сначала первый этап пройдет, потом второй. А как вы отпустите? Мне уже третий раз этот вопрос задают. Вы никак не понимаете, что... Невозможно отпустить человека, понимаете? Бог... Ну и что, мало ли что человек говорит. Это опять ничего не значит, что человек что-то говорит. Ну, допустим, если меня привязать к чему-то, допустим, да, вот я привязан. Я вот привязан, да? Но я иду, говорю, я не привязан. От этого что-то меняется, нет? Я не привязан. Но я привязан. Кто привязывает-то? Меня Максим привязал. Я сам себя не привязывал. И если я сейчас сниму, молодой человек подойдет и говорит, оденьте назад, Олег Геннадьевич. Я не могу снять, понимаете? Бог склеил, живите. Молитесь. Видите, вы говорите, у меня тяжелая судьба, все разбудятся. Вот вы сейчас доказали это. Видите, вы как создали семью, по судьбе вам было положено вот так создать семью, чтобы молиться, трудиться ради того, чтобы ее сохранить. А вы как создали семью? Не согласилась с ним? Уехала, да? Бросила, да? Нормально, чего вы не объясняете? Я ведь не против. Все нормально. Я за. Вы должны помолиться, когда вы почувствуете, что вы хорошо, ну как бы, что хорошее чувство в сердце по отношению к этой девушке, вы должны ему сказать, тебе лучше вернуться к ней. Это время вы должны ему сказать, дать выбор. И если он пойдет возвращаться к ней, пускай возвращается. Бог вам даст хорошего человека. А если не пойдет, то значит все нормально. У вас не будет вот это чувство, что вы его как бы тянете. Вы раскаялись и дали ему назад выбор, возможность выбора. Будете трудиться, нет? Это нормально? Не надо вот этой мечты, что я бы могла и по-другому найти себе, не женатого. Эту мечту не надо культивировать в сердце, потому что, ну у вас такая судьба, вот она такая. Вы же боитесь мужчин холостых? Ну и почему вы не вышли за ним? Потому что он дикий, дикий. Холостые парни, не женаты, они дикие. Как кони есть, так-так-так-так-так-так-так-так. Украшение строптива. Там это классика жанра. Что вот женщине очень трудно, неженатого мужчину как бы отседлать. У вас нет такой силы. Вам тяжело очень. А женатый, он же уже кем-то оседланный. Он уже такой домашний конь. Домашний животный. Ну в общем, есть новые шубы, а есть шубы, которые уже как бы хорошо сидят на теле. Или ботинки, да, новые, они всегда мозоли натирают. А если поносил кто-то, то нормально уже мозоли нет. Ну вот такая вы, просто такая, вот вы такая. Ну вот как смогли, так и смогли. Надо раскаиваться, молиться. Хорошо? Вот это главная ведь проблема, что вы жалеете о прошлом. Вы жалеете о том, что вот не было правильно у вас все сделано. Не жалейте ни о чем. Вот вы такая, вот все, что положено вам, вы получили. Раскаяние не означает жалеть. Раскаяние означает труд над своей судьбой. Раскаяние. Раскаяние означает желание больше так не делать в жизни никогда. Желание служить Богу, хотеть прощения. Желание предоставить свободу выбора близкому человеку. Это раскаяние. Это раскаяние. А думать о том, что уже не вернешь, это не раскаяние, это невежество. У меня записка у вас там лежит. Вы вчера частично не ответили, но я еще хотела спросить, что ответ на что мне будет интересно кому-то. Если вы уже не молодой человеку это заболевание, и когда женщина более открыта всем этим инвестиционным точкам, верит больше всего, чем вообще. Хороший вопрос. Вот смотрите, девушка встречается, и она узнает, что у близкого, ну у человека, с которым она хочет строить жизнь, неизлечимое, тяжелое заболевание. Если это так, она не должна связывать с ним свою жизнь. Причина заключается в том, что чаще всего человек не выдерживает этой нагрузки. У меня есть такой пример, два примера. У меня есть два очень возвышенных человека, серьезных таких, ваишнава, которые серьезной духовной практикой занимаются. И они оба взяли инвалидов себе в жен. Они друзья, мои друзья, оба взяли инвалидов в жены. Причем они до этого занимались духовной практикой, вели бракмачари жизни, а потом оба взяли инвалидов. Просто такой жест, вызов судьбе. И я был против обеих случаев. В первом случае человек решил бросить жену. Мне написал письмо. Я сказал, что ты не имеешь права этого делать, иначе ты будешь страдать. И он очень сильно ломал себя. У него уже была другая девушка. Сильно ломал себя и опять остался с инвалидом. жить. Сейчас он счастлив. Все нормально. А второй, он 10 лет терпел аскезу и через 10 лет так сломался, что он бросил духовную жизнь, начал употреблять алкоголь, мясо там и все прочее. просто на почве этой аскезы. И влюбился в другую девушку, но при этом не бросает свою жену, а живет на два лагеря. Если даже духовно сильные люди не способны нести этот груз, почему вы думаете, что вы способны его нести? А вот это уже другой вопрос. Пока вы не женились, начните лечение этого человека. Если ему начнет помогать, тогда можно уже жениться. Замуж. Ставить условия. Ставить условия. Или ты лечись, или я не буду с тобой жить. А лечиться я предполагаю тебе вот таким методом. Я в него верю. Надо ставить условия. если он готов с вами жить, он будет делать так, как вы скажете. Это, понимаете, цена должна быть у обоих. Если вы ставите, если вы платите цену жить с человеком, который тяжело болен, значит, он должен заплатить цену и лечиться так, как вы ему скажете. Это значит, что он тоже готов платить цену. А если он не готов эту цену платить, не надо с ним жить, значит. Все, вперед, пускай лечится, значит. И вот если родители не знают об этом? Это нормально. Потому что, если сказать, то он будет против мозга. Да, родители могут не обязательно знать о страданиях детей, не обязательно что-то не знать. Они могут действительно заболеть, там, или так далее. Трудности какие-то. От этого еще больше трудностей будет. То есть, не выходить замуж, пока живите раздельно и лечите человека, пока вы не увидите, что вы справляетесь с этой судьбой. Когда люди берут инвалидов, это большой подвиг. Это может быть правильным решением, но сможешь ли ты унести этот камень, который взял, вот в чем вопрос. Поэтому добрые люди не советуют этого делать. Не советуют. Теперь сразу вопрос, а как же тогда инвалидом быть? Я отвечу на этот вопрос так. В нашей духовной практике все мужчины должны жить сначала обеки безбрачия, то есть, должны быть бракмачари и развиваться духовно. А все женщины должны быстрее выйти замуж. И сразу возникает вопрос, противоречие, а как же так? Мужчины как бы должны безбрачия культивировать, а женщины должны выйти замуж. И ответ такой. Когда мужчина культивирует безбрачия со всех сил, но у женщины столько духовной силы, что она как бы принуждает его своей силой внутренней все-таки жениться, значит, будет сильная, хорошая семья. В этом ответ заключается. Понимаете? то же самое и здесь, если человек имеет духовную силу, и он такой сильная личность, и кто-то женится на нем, или выходит замуж, тогда в этом случае это удача. Для этих супругов будет удача. Но если человек слабый, и он болен тяжело, то значит, это будет неудача уже. Приведу пример. Один молодой человек попал в аварию и остался без возможности двигаться. Его парализовал. Он попытался вылечиться, у него ничего не получилось, он понял, что он будет жить парализованный всю жизнь. Он начал заниматься духовной практикой, начал молиться, и в результате он победил свою беспомощность. Он остался неподвижным, но он победил в себе инвалида. Понимаете, что такое инвалид? Инвалид это человек, который не верит в свое счастье. Он перестал быть инвалидом в своем сердце, он стал сильной личностью. Его не перестало волновать то, что он не ходит. В этот момент, когда к его маме заходили подружки пообщаться, женщина любит поговорить на своих трудностях друг с другом, он иногда им давал советы. и подружки обнаружили, что когда он что-то советует, это всегда помогает. В результате люди начали приходить к нему с советами. И наступил такой момент, когда у него не было свободной минуты. постоянно люди шли, 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 спрашивать его. И он постоянно молился и служил людям, заботился о ней. И мама уже не успевала со всем справиться, потому что надо было гостей всегда как-то покормить. И молодая девушка решила помогать ей. А потом она сказала, я хочу выйти замуж за вашего сына. Когда ему доложили обстановку, он сказал, мне не нужна жена, я инвалид. как я могу тебе помочь в жизни? Что я могу для тебя сделать, если я инвалид? И она ему сказала, что такого мужа, как ты, я недостойный. Поэтому ты не хочешь меня брать. Что ты такой ведь человек, а я кто просто женщина обычная. Тогда посмотрел на нее и сказал, я согласен. Это не инвалид уже. Понимаете разницу или нет? Если человек имеет силу душевную, силу души, то это счастье жить с таким человеком? Разве это не счастье, это страдание? Вопрос жить с инвалидом не в том, что будет он ходить или нет, а как он будет относиться к своей болезни. И испытание заключается именно в этом. Если он готов лечиться сейчас прямо, значит, он сильная личность. И вы тогда можете уже правильное решение сделать. А если вы с растением будете жить, какой смысл в этом? Кому? Ему? Надо лечиться, пить сильные медикаменты и использовать другие методики лечения. Я могу рассказать про вот эту методику, если хотите. Черное и белое, да? этот метод он успехаивает две стихии. И у нас есть уже одна женщина, она болеет давно рассеянным склерозом и никакие методы вообще ей не помогали. Но я поставил ей вот эти камни и она начала лучше ходить, лучше вставать. то есть ей становится лучше. Это сильная методика. я верю, что она может помочь вылечить такую болезнь. Да? Вывод ссадит. Он не объелся грушей? Видите, даже замечательный муж все равно есть вопросы. В жизни не бывает без вопросов, всегда есть вопросы. Супер, хороший вопрос. Невозможно самому развить. Да? Да? Я на каждой лекции говорю. Почему женщина не смиренная? она гордится собой? Потому что она так наказана. Это наказание. Если вы хотите избавиться от наказания, то это правильный подход к жизни или нет? Нет. Надо просто принимать то, что в жизни есть у тебя, и просто служить Богу с тем, что есть. И когда Бог будет доволен тобой, Он убирает наказание, и человек становится смиренным. это по милости Бога происходит. Мы можем только сдерживать плохие качества в себе, и это тоже практика служения. Допустим, вы не смиренная, но вы сдерживаете в себе эти побуждения и пытаетесь быть смиренной. Это и есть то, что надо делать. А по милости Бога приходит время, и человек обретает эту милость, иметь смирение в сердце. Это же счастье быть смиренным человеком. Почему вы хотите счастье получить просто так? Придет время, и вас наградят им. Сдерживаться тяжело, потом может что-то выйти наружу, да. Ничего страшного, раскаивайтесь, дальше сдерживайтесь. Единственный путь, это служить Богу и просто получить милость в конце концов и все. Да, да, конечно. меня. Меня обвиняется на молодую человек, который взял мне представление с ними в итоге и веках. И не много каких-то различий. Я понимаю, что лечиться за весьма поводна в голове это самое лучшее, чтобы от мог подать. И все равно у меня приходит со мной. сомневаются. Для меня это ощущение, что я предоставлю. Я ничего не делаю. поднимите руку мужчины, который не упертый. Есть такие. Вот, видите, он настолько упертый, что не понимает. Все мужчины упертые, все женщины сомневаются, беспокойный ум имеют, все женщины имеют беспокойный ум. И в чем заключается долг дхарма женщины? В чем заключается долг женщины? Принять себя с беспокойным умом. Не печалиться об этом. Принять, что в женском теле находится, значит, он будет беспокойным. Ничего страшного. Смирение для женщины означает не обвинять себя за то, что беспокойный ум. Беспокойный ничего страшного. Все. Ну вы ему тогда откройте сердце и скажите вот смотри, ты меня только столько делаешь, а я такая холодная и поплачьте еще. Так грудь на грудь ему голову положите. И он скажет, ты такая хорошая, будет вас успокаивать. Будьте счастливы в это время. Вот так надо жить. В тот момент, когда вы сомневаетесь с мужем, просто откройте ему сердце, примите прибежище у него и он вас обнимет, полоскает и вы успокоите. Нет, смотря как сказать, если вы будете плакать и говорить это, тогда он не будет. А если вы будете строго говорить со злобой, тогда будет. вы же во всем сомневаетесь. Вы даже слушаете мы лекции и тоже сомневаетесь. Нет? Мы раньше сомневались. Вначале. Но так и в мужа не будет сомневаться со временем. Сто процентов. Сомнение признак страха. Есть два недостатка человеческих, которые нельзя отменить. Один недостаток присущ женской природе является ее признаком. Это страх. У женщины очень сильно выражен страх в жизни. Этот страх это хорошо, потому что из-за страха женского она чувствительная, она предвидит какие-то плохие события. Страх женщины дает ей возможность ориентироваться в ситуации, принимать правильное решение. два недостатка. Один недостаток это страх, это у женщин. Другой недостаток какой-то человека. бесстрашие это у мужчин. Они не соображают, что есть опасность. Когда страх и бесстрашие вместе соединяются, получается гармония. Женщина советует вот так, мужчина прислушивается, но чувствует, что все равно все будет хорошо. Он бесстрашный, он успокаивает женщину, женщина советует, дает правильные советы мужчине, получается гармония. мужчина же они безбашенные. Их постоянно куда-то несет, все будет хорошо, все пошел. Ну как все будет хорошо? Так же нельзя делать. Это нормально, эти недостатки это признак просто человеческого слабости, недостаток человеческой силы, разума. Это нормально все? В этом нет проблем. Женщина пускай боится, мужчина пускай будет бесстрашной. Маруся отчасти слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Классно же? Мужчина он бесстрашный, Маруся плачет. Супер, отлично, все как надо идет, правильно все идет. да? 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 Ну, потому что, когда человек стареет, кому он нужен? о, круто. достаточно до насчет детей надо усыновлять детей надо ждать когда создадите сами усыновлять даже мужа не надо следующего ждать по вашей судьбе легче сначала получить ребенка установить а потом крепится еще мужичок уже с ребенком когда у вас появится ребенок у вас больше женский качестве будет вы вы станете матерью то есть у вас появится женская энергия очень сильно мужчины любят женскую энергию но сейчас и господь не хочет вам мужчину давать потому что вы должны духовной практикой сейчас заниматься вы же расслабитесь если вам кого-то перестанете работать и он поэтому мне дает сейчас ребенка надо брать уже сейчас на воспитание если вы возьмете то у вас есть шанс еще родиться мой папа вашей жизни вот так все будет лучше так сначала брать ребенка потом выходить замуж необычный совет да точно если брал взял ребенка то тебя возьмется ребенка это ошибка мужчины которые не хотят с ребенком не хотят гулять они хотят семьи а если мужчина хочет семью то для него ребенок не помеха а есть мужчины которые вообще не хотят даже они как бы не могут зачать сейчас много бесплодных мужчин они специально берут с ребенком потому что они не хотят даже чтобы женщина узнала что он не может сам зачать есть мужчины которые не могут зачать и он ищет с ребенком себе специально чтобы был ребенок уже в семье и тогда ведь и гармония наступает получается классно ребенок есть означать не можем но уже есть ребенок классно же бога все совершенным образом происходит вы не приняли моих советов нормально помолитесь подумать по скрепите зубами и примите со временем вы не горошина вы просто вас так психика работает что вам нужно время чтобы что-то принять вам надо думать об этом это нормально кто вот много раз руку поднимал я не спрашиваю вы много раз точно ну давайте спрашивать доводить да так он так сказал монастырь но он доводит родители постоянно мучает родителей а и близких всех мучает человек ну чем вопрос ну если вы будете соблюдать будет меньше будете меньше мучить остальным или если вы выйдете замуж жена не даст вам мучить допустим меня есть недостаток я над на лекции могу какое-то грубое слово сказать или анекдот какой-то не тот рассказать но если на лекции сидит жена я уже не могу так делать она сидит просто у нее цель только одна во время лекции доносить коллекции и не важно что я там говорю важно чтоб не говорит глупые и грубые слова она сидит и следит грубые слова глупые слова и потом в конце лекции она подходит ну вот хорошо не было грубых слов или а вот такое слово почему ты сказал зачем видите она поступает в роли сверх души моей совести то есть она садит сидит как совесть и то что она против меня просто она не может по-другому она очень сильно переживает чтобы я не говорил глубок грубых слов на лекции так и вы когда женитесь жена будет вас также мучить она будет ходить с вами тысячу мучаешь этого человека перестань его мучить и все вам некуда продеваться если вы мучили жену и она вас бросила это значит вы нашли не того человек не волнуйтесь придет время вы найдете такую жену которая сама вас будет мучить тогда все будет баланс придете баланс тогда причем вы будете сильно любить эту девушку она вас будет мучить что-то вы недовольны моим ответ вы попались на удочку досугой потому что узнали правда что ваша жизнь именно так и был а если вы хотите чтобы так не было молитесь богу и меньше мучить и других ничего страшного все это пройдет со временем но это не значит что вы не будете наказаны постоянно разбивайтесь на машине раз десять в серьезных аварий это знаете мне напоминает анекдот концлагере стоят вот люди и и гестаповец говорит в крематорий в крематорий в крематорий потом смотрит чумазы такой стоит весь уже крематорий на 5 крематорий а когда же в баню так вы говорите уже 10 раз разбивался как здорово 10 раз разбивались и живой классно вам надо водить машину значит не можете без машины водите очень внимательно аккуратно смотреть ведь нет это от невнимательности все тут учите снимательность тренируйте свое внимание хорошо я тоже не могу водить машину я всегда разбиваюсь тоже но я и не водил максим чего водил это велосипед и лыжи на лыжи встану так обязательно ломается есть люди которые не могут можете водить машину я не вожу машину не нужна машина я просто не привязан к тому чтобы куда-то ехать мне говорят ты доедешь до туда я говорю нет не говорят тогда мы тебя довезем окей все вот если так жить нормально можно без машины но если вы хотите с машины тогда ездить аккуратно никуда не торопитесь аккуратно нет у меня у жены папа водитель с большим стажем и он ездит на дистанцию на большие два раза в жизни было так что все погибали его компаньона он оставался жив были тяжелые аварии и он всегда ездит медленно никогда не прибавляет скорость всегда ездит очень аккуратно по всем правилам и очень медленно это признак квалифицированного водителя никогда не ездит быстро вы постоянно мне повторяете я неуправляемый я чё хочу то и делаю я когда сам я езжу быстро вот чего мне сейчас доказывать а вы меня доказать и просто ваш объем работы будьте ездить быстро влепитесь одиннадцатый раз вот и все ответ на ваш вопрос опять вы опечалились что-то а вы как хотели бы чтоб я ответил это не ответ старшего это для старшего очень унизительная позиция говорит человеку все будет хорошо когда этого нет это признак того что ему наплевать нас на того человек который задает вопрос я не могу вам сказать что все будет хорошо вам надо стать трезвым просто отрезветь жизни чтоб у вас все было хорошо тогда все будет хорошо понимаете или нет не понимает вам надо молиться до и духовной практикой заниматься бог вам даст больше силы интеллекта силы различать жизнь я не вижу вашей жизни поражение что вы будете поражены судьбой такого не вижу испытание есть оказание будет обязательно не бойтесь своей жизни живите смело но правильно учитесь правильно ваш вопрос да Моё окружение не выгодно фактически проходит за мне, если я расстава, что-то, если я не могу сдавать, ну, вообще, если я не могу сдавать, потому что я не могу сдавать, потому что я не могу сдавать. То есть, что-то, говоришь, что видите, у тебя голоса, ну, ты выдаешься с лучшим помуждением, что ты делаешь, не уроки, как это, что ты думаешь, да? Вы знаете, я всё понял, вам придётся давать советы дальше, потому что это ваша природа. Я стал Олегом Геннадьевичем 23 года. Я, когда первый раз лекцию читал, я вышел перед людьми, меня попросил один серьёзный человек, говорит, тебе надо читать лекции обязательно. Я им просто рассказывал здоровый образ жизни, он слушал, слушал, а он был старшим преподавателем в научно-исследовательском институте, ну, старшим научным сотрудником. И он посмотрел, говорит, у меня есть коллектив 30 человек, ты должен читать лекцию там по здоровой жизни, здоровом образ жизни, потому что это очень важно для нас. Я говорю, я студент, я говорю, я ничего не знаю. Я просто вам открыл сердце, рассказал, как правильно жить, но это не значит, что я много чего знаю, я ещё учусь только. Он говорит, мне не важно, что ты говоришь, надо, чтобы ты выступил перед нами. Там было где-то 35 человек сидело, я первый раз вышел перед ними, и я не смог рта открыть. Я реально чувствовал, что мне очень тяжело им что-то говорить, этим людям. И было страшно, у меня ноги подкашивались. Вот реально, я смотрю, такие серьёзные люди, они смотрят на меня, а я такой маленький, ниже стремительный. Я чувствовал себя очень молодым, как бы неопытным. Но я заставил себя говорить. Я как сейчас помню, через час я забылся. Я начал говорить, 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 через час я забылся. И они начали слушать с удовольствием просто. Слушали, слушали, им очень понравилось. Потом я позвонил маме и говорю, мама так и так, что-то я не пойму, что происходит. Она говорит, сынок, ты всегда, говорит, таким был. Тебе когда было 4 года, вот видите, заговаривается уже, время заканчивается. Тебе когда было 4 года, говорит, мы ждали автобуса, и он долго не приходил. Там стояла телега рядом, я тебя поставила на телегу, и ты начал рассказывать стихи. Люди вокруг собрались, говорит, и слушали целый час тебя, все забыли про автобус. Ты целый час подряд рассказывал, рассказывал без перелива. Дядя Степа Великан, там и так далее. Это стихи рассказывал, рассказывал. Если трудно становится, когда вы даете советы, значит, вам надо молиться. Это значит, что вы взяли объем работы от человека, и вы когда помолитесь, Бог будет счастлив в вашем сердце. Как вы должны жить? Нет, это просто для меня, это будет сложно. Я женщина, в принципе, не очень свойственная, да, это не то, что я хочу, когда получается. А вы давайте советы как женщина. Она дает женщину, советует людям как мать. Вы просто советуйте как мать, и все. Как мать, разговаривайте как мать с ним. И вам будет тяжело от этого, но вы в молитве будете снимать себе это напряжение. Отлично, отлично. Так хочет Господь. Должны это делать. Вы должны это делать, да. И вы будете счастливы в этом делать. Больше того, если я вам скажу не делать этого, вы не сможете не делать. Не, вы не сможете. Вот если кто-то подойдет советом, вы не сможете. Даже если я подойду к вам советом, я подойду, вдруг мне станет плохо, я подойду советом, вы будете мне советовать, 100%. хоть мы слушайте мои лекции все равно будете советовать мне сто процентов так природу не укротишь с ней ничего не возможно сетю